Доклад у нас называется «Как повысить эффективность ДЛП-системы». Сейчас я начну с пары скучных слайдов, таких, которые набили уже, наверное, оскомину. Собственно говоря, что произошло за последние годы? Удаленка, распределенная географическая распределенность и размытые периметры. За последний год доля утечек выросла 8 раз из-за этого. При этом, смотрите, по статистике Яндекса, по запросам по категории информационный безопасность 67% занимает ДЛП-системы. Но при этом утечки выросли 8 раз. Собственно говоря, а с чего вдруг? Система стала внедряться больше, они стали более распространенными. И при этом все равно утечки происходят. Но дополнительная статистика, значит, СИЭМ-СОК 32% и вот наши страшные маленькие 4 буквы ДКП – это 0,4%. Давайте так, ну вот порассуждаем, а почему вообще это могло произойти? Основная идея всего доклада – хотелось бы донести одну простую мысль, что утечка происходит не в момент пересечения периметра, а в момент выдачи прав доступа. Есть большой класс решений, который в мире уже давно распространен. Есть у Гартнера квадрант на эту тему. Более 12 лет там уже эти решения существуют. Класс решений – ДКП. Это, по сути, мониторинг доступа к неструктурированным данным. То есть система, которая смотрит все, что происходит внутри периметра. Потому что наши любимые ДЛП-системы, которые сегодня здесь весь день нас радуют, они говорят о чем? Что пока периметр не пересечен, нас это не касается. Утечки нет, нам все нормально. Такая есть фраза. Перемещение вещей в пределах офиса не является воровством. Наверное, не совсем это верно. И смотрите, у нас всегда идет речь про инсайдеров. Это люди, которые локально, легально имеют доступ к информации. А давайте так. В тот момент, когда каким-то образом файл из папки с ограниченным доступом попадает в папку с доступом EveryOne, у нас получается, что все сотрудники компании получают легитимный доступ к этим данным. Так что ли? Получается, что да, у нас все сотрудники добровольно, вольно или невольно становятся инсайдерами. Они получают возможность читать эти данные и куда-то их отправлять. Как этого избежать? И вообще, как с этим жить? Есть миллионы файлов ежедневно, они там перемещаются из одного, ну как бы в рамках хранилищ, в рамках корпоративной сети. Есть там тысячи учетных записей, тысячи групп, какие-то права на стройке. Вот. И все это вместе с собой, они друг с другом как-то существуют, перемещаются и живут. Вот. А как узнать-то правду, ну вот истину, где, у кого, к чему есть доступ? Где лежат, помимо тех мест разрешенных, где должны лишать персональные данные, где они еще находятся, где их копии, где эти данные в общем доступе, где к этим данным, там кто-то дал до этого прямые права, там в обход групп безопасности, например, и прочее, прочее. Вот. Собственно говоря, все эти задачи решают систему класса DECAP. Вот. На российском рынке представлено не очень широко, вот мы сейчас пытаемся ситуацию изменить. Вот. И в общем-то они прекрасно дополняют DECAP. DLP-системы практически там на каждом внедрении у заказчика у нас возникает кейс, когда нам говорят, что, ребят, смотрите, DLP поймало файл на периметре. Вот. А кто еще к нему имеет доступ? Вот к нему или к его содержимому? Где он хранится еще внутри корпоративной сети? Как он перемещался? Кто с ним что делал? Потому что, например, он ушел от пользователя, у которого не должно быть легитимного доступа. Вот пользователь, он виноват в получении этого файла или нет? Или он его из общедоступного источника открыл, прочитал и отправил, потому что не знал, что нельзя отправлять. Потому что у него по документам не должно быть доступа к этим данным. Вот. Собственно говоря, системы класса DECAP, они работают внутри периметра, собирают данные о инфраструктуре, обо всей, об Active Directory, пользователях, группах, их правах, настройках, их изменения, которые делают с ними админы безопасности. Также они анализируют файловые помойки на предмет того, где что лежит, кто к этому имеет доступ и что вообще содержится в этих файлах. То есть анализируются, включая контент, и система понимает и категоризирует данные, говорит, что вот у вас здесь персональные данные, здесь банковская тайна, здесь GDPR, а вот здесь все то же самое, но в доступе в Re-One. Дальше, если мы приводим все это в порядок, настраиваем правильно права доступа, убираем прямые права, восстанавливаем сорвавшись какое-то наследование, настраиваем брошенные группы, какие-то пользователи блокируем лишних, то у нас DLP-система начинает жить более простой жизнью. То есть там, конечно, через нее тоже все-таки отправляются данные, но отправляют уже те самые люди, которые и по документам должны иметь доступ к этой информации, а их гораздо меньше, чем тех людей, которые имеют доступ к папкам с общим доступом. Собственно говоря, вот что нам нужно знать, чтобы системы жили вместе и дополняли друг друга. То есть где какие файлы хранятся, что в них содержится, где находятся файлы с критически важной информацией, объемы файлов, на самом деле огромный массив данных занимают дубликаты и старые брошенные файлы. То есть по статистике где-то от 40 до 60% всех файловых хранилищ занимают дубликаты и старые файлы, которым не обращались, ну скажем, 3 года, 5 лет. И они прекрасно лежат, занимают место, плюс там киношки народ хранит. Все это отлично находится на корпоративных серверах. Сейчас вот майнеры сильно подняли цену на жесткие диски. Раньше там было, скажем, 5 тысяч 8 за 4 терабать, сейчас 15-20 уже. Еще пройдет время, их и купить будет нельзя, так же, как видеокарты. Так что с одной стороны вроде как объем, дубликаты они никого раньше не волновали, а с другой стороны неизвестно сейчас, что будет вообще с объемами системы хранилища в свете вот этого всего нового майдинга. Плюс ко всему важно знать, кто владелец файлов. То есть кто их открывает, кто копирует, кто перемещает. Там те же самые, например, чистка файловых хранилищ. Допустим, админы говорят, все лишнее, все по трем завтра. Значит, киношки все стерли, все старье стерли, послезавтра их обратно записали. Кто их записал, как их записал, ну в обычной жизни узнать практически невозможно. Вот. Собственно, как работает система MacSDCAP? Система собирает данные из, ну по сути, четырех таких сущностей. Да, это Active Directory, все, что там есть. Это файловые хранилища. Это логи всех действий. Файловый аудит, AD-аудит. Вот. И это почтовые сервера. То есть система смотрит Exchange на предмет того, кто чужой почтовый ящик себе подключил, кто читает чужую почту, смотрит месседж-трекинг, то есть видит, что происходит с письмами, кто когда получил. И в принципе частая ситуация, когда сотруднику говорят, почему ты на письмо не ответил. Он говорит, я не получал. Но он письмо получил, увидел неудобно и удалил его быстренько. Искал, ну куда-то там спам затерялось. Вот. В системе можно это все увидеть легко и прямо ему показать. Смотри, друг, ты вот там в 14.01 прочитал, в 14.02 удалил. Вот. Поэтому, в общем, будь добро отвечать. То же самое, система мониторит все действия с группами пользователей воды и с файлами. То есть можно посмотреть, какой админ кому, когда поменял, какие права в группах безопасности. Добавил пользователя, заблокировал, включил. Можно посмотреть, как файлы перемещались. То есть файл создали, переписали, внесли изменения, скопировали. Файл в аудит все это отслеживает. Причем это все происходит в реальном времени. И когда, например, возникают массовые события, скажем, удаления, то есть сотрудник включил, собрался увольняться, обиделся, решил в хранилище зачистить. Соответственно, в системе начинают генерироваться события удаления. Система это видит. Тут же определяет, что это нетипичное поведение. Тут же информирует об этом по уведомлениям полномоченных людей. Плюс ко всему можно настроить, например, временную блокировку этой учетной записи. То же самое происходит, например, с вирусом-шифровальщиком. То есть понятно, что это задача вообще ни DLP, ни DECAP, ни SOG, а антивирусной системы. Но если вдруг так случилось, что в системе повалились массовые события модификации файлов, то точно так же система оповещает и дает возможность заблокировать, остановить какие-то нехорошие вещи. Несколько случаев типовых из того, с чем мы сталкиваемся. Про персональные данные в открытом доступе я уже сказал. В любой практически компании, на любом внедрении мы видим доступ every one у персональных данных, у коммерческой тайны, у банковской тайны и так далее. То есть смотрите, чтобы не было иллюзий, в любой IT-инфраструктуре у всех здесь присутствующих, у всех здесь отсутствующих все равно есть бардак. Какой бы то ни было, вы уж извините, что я так прям откровенно. Но это факт, с этим ничего нельзя сделать, потому что инфраструктура живая, в ней файлы перемещаются, в ней файлы генерируются, их там миллионы и миллионы за 10 лет работы компании, любой, на всех файловых хранилищах нельзя настроить так, чтобы не было где-то каких-то копий, что-то кто-то куда-то перекладывал в папке, где им привычнее работать, удобнее работать, специально, случайно. Поэтому даже если вот сейчас порядок навести, то спустя 3-4 месяца, еще раз посмотрев, что происходит, увидите, что еще есть над чем работать. Более того, система в процессе работы пополняется данными постоянно, можно, например, на определенной папке настроить ограничения и сказать, что вот в этой папке не должно быть дубликатов и не должно быть персональных данных. И когда они там возникают, система будет об этом сообщать, уведомлять. И в принципе в системе есть вообще вкладки рекомендаций, которые, в общем-то, просто на основе своей внутренней аналитики собранных данных, они просто вот вам говорят, вы раз в неделю запускаете, открыли, там написано там, отключите там 20 неактивных учетных записей, проверьте настройки смены паролей, проинспектируйте права там с отключенным наследованием, проинспектируйте дубликаты. Ну и вот все-все-все, что она нашла, она вам подсвечивает и предлагает с этим что-то делать, как-то разбираться. Вот это, наверное, вам на фотографирование, такая взрыв-схема наших возможностей. Я на них останавливаться подробно не буду. Вот, собственно, еще раз там в двух словах повторю, что это анализ Active Directory, анализ файловых помоек, анализ Event Log, Security Log, там и логов из, допустим, системы хранения, анализ почтовых серверов, вот и управление вот этими всеми вещами, получив их в единую базу данных. Продукт российский, продукт в реестре отечественного ПО. В общем-то, ну и основной все-таки момент, вот единственный, по сути, главный, принципиальный, который мне бы хотелось, чтобы вы вынесли, что утечка происходит в момент получения доступа. Не в момент пересечения периметра или проникновения хакера какого-то, а в тот момент, когда человек получает возможность эти данные внутри организации читать. Вот формально в этот момент данные уже утекли. Вот если мы все будем к этому относиться так, то для системы контроля периметра будет меньше работы, потому что можно будет все настроить так, как должно быть настроено, так, как написано в политиках безопасности. Часто же политики безопасности есть, а как определить, ну действительно, вот представьте, там полпетабайта данных на файловом хранилище. Как его проаудировать на предмет того, где какие данные лежат? Ну так быстро, да, и кто куда доступ имеет в эти папки. Ну понятно, что есть теория, что вот у меня группа безопасности, вот в них люди. И вроде как там есть наследование верхнеуровневых папок вниз, а вот на самом деле там все так внутри или не так, или нужно открывать эти файлы и смотреть вручную, что, собственно говоря, с ними происходит в плане нарушения доступа или соответствия этому доступу. Понятно, что можно посмотреть, что вот мы сказали, здесь у нас папка с персональными данными, здесь у нас к ним ограниченный доступ, и вот в этой папке все в порядке. Ну здорово, в этой папке все в порядке, а в соседней? А в соседней через 10 уровней вложенности на соседнем диске? Кто скажет, что там нет копии тех же самых паспортных данных, которые периодически тоже попадаются? Собственно говоря, это вот завершение, основной итог моей мысли в том, что нужно, есть сейчас возможность, если раньше, как было, раньше вот три буквы DLP, там 10-15 лет назад, они были такими же странными для всех, когда говоришь, что такое DLP? Data, leaks, что это, кто это все понимает. Хотелось бы, чтобы контроль внутри периметра, он стал таким же важным, понятным и типовым, как и контроль самого периметра. Потому что, несмотря на то, что кажется, что там все в порядке и вроде как нет проблемы, пока оно наружу не убежало, на самом деле проблема есть. Даже банальное подключение чужого почтового ящика и чтение почты, начальника своего, даже если человек это никуда наружу не отправляет, все равно является угрозой, нарушением, и объективно человек решает какие-то уже свои задачи, они рабочие, получает там какие-то плюсы, преимущества дополнительные, зная, что там будет внутри происходить. Вот вопрос на самом деле касательно совместного использования не только с DLP-системами, но и с другими решениями по информационной безопасности. Как MacVasDecup интегрируется с другими продуктами для обеспечения информационной безопасности? На самом деле, как и многие продукты, MacVasDecup имеет API, и через API мы можем интегрироваться с CM. У нас есть реализованный кейс интеграции со SCUD-системами на производственных предприятиях, когда, например, система смотрит, что по SCUD-у человек не прошел на работу, его нет на территории, а под его учетной записью запустился производственный процесс металлургический. И это на самом деле серьезная проблема в промышленности. Соответственно, прилетают уведомления сразу начальнику безопасности промышленной, его начальнику, непосредственному руководителю этого человека, начинают разбираться. А почему, собственно говоря, вот так произошло? Либо обратная ситуация, например, у них, если человек больше 8 часов на работе, повышается резко производственный травматизм. То есть это прям реальная проблема у них. И если он не прошел, опять-таки, по SCUD-у спустя заданное время, то опять-таки формируются уведомления, алерты и начинают разбираться, а почему он до сих пор на работе, и что с этим не так. Соответственно, с любыми подобными системами можно как из них принимать данные, так и в них отдавать наши данные. Роман, спасибо. И еще один точечный вопрос. Вот совершенно известно, что все существующие DLP-решения делают теневые копии. DECAP также собирает обрабатывать информацию. Каким образом он собирает эту информацию и не повышается уязвимость второго решения, то есть находясь с ним в контуре? Да, ну смотрите, на самом деле, действительно типовая ситуация. У любой DLP-системы большой архив файловый, это отдельная точка уязвимости, в которой находятся практически все конфиденциальные и не только конфиденциальные данные компании. Мы же, когда анализируем данные, мы в базу данных пишем только мета-информацию. То есть мы контент файлов анализируем, но понятно, что если есть 100 терабайт, мы себе не делаем еще одно хранилище 100 терабайт, где хранятся все файлы. У нас в базе данных хранятся только ссылки, там же мы помечаем эти данные, что они файлы 152-й, какой-нибудь банковская, тайно-коммерческая и так далее. То есть размер баз данных в десятки раз меньше, чем размеры тех же самых баз DLP. Плюс к всему, самих данных там нет, поэтому и данные можно аудиторам отдать, проверяющим, и не будет нарушения тех же самых законодательства по обработке тех же самых персональных данных. Коллеги, я так понимаю, что просто тема новая, поэтому вопросов мало. Вот по DLP-то уже все наелись за эти годы, у всех живые кейсы, внедрения, проблемы. Спасибо большое, мы будем продолжать популяризировать это направление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!